Такой санитарный марафон традиционен для республиканской столицы. С силами общественности, организации, предприятий города Абакан готовят к зимнему сезону. Территории под уборку коллективам знакомы. Они закреплены за ними на протяжении уже нескольких лет. Среди таких улиц Рублёва, которая расстроилась, разрослась, похорошела. Здесь появились и новые объекты, например, скейт-парк. От него-то и начала администрация Абакана свой осенний субботник. Погода отличная, лучше не придумаешь. Работай только и работай. Мы как бы даем старт осенним субботникам. Хотелось бы, чтобы и горожане, и организации, и индивидуальные предприниматели выходили на все свободные территории. Ну, хотят у себя, возле себя, бога ради. Хочется там, ну там прибраться. Все, что соберем или соберут, мы это гарантируем, вывезем. Это берем уже на себя, спецавтобаза, парковое хозяйство. Поэтому нужен инструмент, если кому-то. Привезем назначенное время столько, сколько нужно. Перчатки, мешки, все. Только ради бога поработайте. Поэтому удачных всем субботников. Все, что есть сейчас, вплоть до окурков и прочее, проходим, собираем. Ну и, соответственно, там, где вот скошено, немножко прибираем, чтобы вот этого большого бурьяна не было. Ну, чистый город важен для всех горожан, для абаканцев. Поэтому, конечно, важно. У нас сейчас прошел скос травы для того, чтобы и противопожарный режим соблюдать, да и вообще, чтобы было чисто в городе. И меньше работы было весной. Под рукой весь специальный инвентарь, лопаты, грабли, перчатки, мешки для мусора. Между собой коллектив администрации поделил место уборки на зоны и рассредоточился. В основном сейчас у нас акцент сделан на наши общественные территории. Это парки и скверы. В парке Баранка мы уже убирались. Сегодня у нас, получается, будет субботник здесь проходить, тоже на нашей общественной территории. Но мы выходим за границы парка и сквера нашего Нарублева. Здесь очень активное движение, поэтому мусора достаточно всегда, потому что проезжающие машины выбрасывают из окон и бутылки, и пластик различный, и пакеты и так далее. Поэтому мы традиционно здесь убираемся весной и осенью. Эта территория у нас закреплена за администрацией города, поэтому сегодня активисты вышли, помогают нам в этом добром деле. Поэтому очень большое им спасибо, что приезжают и помогают нам, потому что наш город должен быть чистым и красивым. Отметим, что Красный Абакан кроме основного проводят и локальные субботники. Один из таких в прошлом году прошел на улице Центральная, где, как и на других территориях, скапливается растительный бытовой мусор. Там после уборки территорию, ко всему прочему, еще и озеленили. Общий объем саженцев почти две сотни. Работы по созданию зеленого фона в районе продолжаются. Видно, как это место меняется в лучшую сторону с момента, когда мы в прошлый раз были здесь. Поэтому сейчас мы просто убираем какой-то лишний мусор. В такую погоду, в такой кампании, да еще в пятницу, это просто замечательно. Поэтому с удовольствием все практически вышли сюда, все наши. И поэтому тут очень комфортно, очень хорошо. Организовано все хорошо. Вот там мы сейчас проходили, там нет мусора. А вот здесь вот, здесь достаточно много мусора было. Мусора такого, просто брошенного, просто так. Вот тут не очень хорошо, я считаю. А вот в целом, вот так вот, короче, там вот где, ну, другие территории, там достаточно чисто. Вот здесь вот есть места, где достаточно, ну, не очень хорошо. Вот ребятишки сейчас помогли убрать отсюда, вот и то, слава богу. Субботник прекрасный, погода отличная. Хочется помочь горожанам этого района, сделать его более красивым, уютным. Самим очень приятно, солнце светит. Опавшая листва, пожухлая растительность собрана в мешки. Туда же отправлен и попавшийся бытовой мусор. Его сотрудники администрации собрали отдельно. В один мешок пластик, в другое стекло, для дальнейшей, правильной и, самое главное, экологичной переработки. Зелёные отходы отправятся на специализированный карьер. Добавим, отдел экологии, управление коммунального хозяйства и транспорта приглашают горожан на субботники. Инвентарь и место под уборку специалисты выделят всем желающим. Подробнее об этом можно узнать по телефону 215-524. Константин Аникин, Алису Анси, Новости. Константин Аникин, Алису Анси, Новости. Продолжение следует...